Приветствую всех на своем канале! И в этом видео у нас, да, кулинарная рубрика. Творческим людям тоже нужно кушать. И сегодня я буду делать мясную запеканку с овощами из того, что у меня есть. И буду я делать на фоне вот этой страшной грязной стены. Да, обязательно напишите свое мнение об этом. Итак, приступим. Что я буду делать? У меня есть вот мясо. Можно брать филе куриное, свинюшку взять, иньюшку взять. Но у меня есть телятина. Я возьму мясо телячье. У меня есть кабачок. У меня пропадали, замерзли в холодильнике укропчик, петрушечка. Вот я то, что могла спасти, спасла. И буду добавлять запеканку. Также я буду эту зелень, которая шпинат называется, чуть-чуть сметанки и переколошмачиваю это все с яичком. Все это я буду взбивать. Вот такой у меня блендер есть. То есть не через мясорубку, а вот такой вот как бы блендер, да, с такими вот ножницами. Вот, чтобы сделать как бы фарш, я сначала перебью мясо, соль, соль, специи, травы разнообразные. Можно по вкусу добавлять. А можно еще что-то добавлять, там перчик, я не знаю, помидорчик, там цветную капусту. Кстати, у меня есть цветная капуста. Если будет смеси моей мало для запеканки, я, наверное, ее добавлю. Ну, посмотрим, буду добавлять или нет. Так, а так у меня получается запеканка мясная с овощами. Делаю я ее себе, наконец-то себе, любимая, а не кому-то. Потому что она получается более у меня диетическая, такая как раз, которую я могу есть. Вот такая я единоличница. Ну что, приступим. Вот я сейчас ножиком режу, нет, не этим ножиком, этот какой-то не такой. Вот я ножиком режу небольшие кусочки мяса, отправляю сюда в блендер. Мясорубка есть, но с ней долго играться, и она еще более шумнее, чем эта штука. А эта штука, она маленькая, компактная, и в ней тоже все можно покрышить, сделать фарш, подробить то, что надо. Отправляюсь с этой штукой, она там запутается, я ее потом вытащу. Можете уже начинать ставить мне лайки, это мне будет стимулировать еще снимать видео, такси-блогеры кажуть. Так, а, Лелик, на тебе кусок мяса. Так, теперь я отправлю туда пока пол кабачка, чтобы сильно не загружать вот тут очки, чтобы оно все успевало. Теперь сейчас делаем кабачку обрезание. Все, от кожуры я не чищу кабачок, тоже такими небольшими кусочками. Чтобы оно у нас сюда все поместилось. Наверное, весь кабачок не поместится, я тогда его зеленью потом до мелю. Все. Можно взять еще, кстати, цебульку, чесночок, кто любит. Я посмотрю, есть ли у меня цебулька, если что, тоже ее добавлю. Сейчас я это помелю за кадром, чтобы не было очень шумно. Вот, видите, что у меня получилось? Сильно мелкое, я не хочу милить его. Такое мясо, это лопатка с прожилками, конечно, но ничего страшного. Брали то, что было. Вот, не сильно мелкое. Я не люблю очень мелкое. И если котлеты брать, то я тоже люблю котлеты рубленые. Они такие, как в тесто, мелкие. Так, все, сюда в тарелочку высыпала. Так, теперь я оставшуюся часть, сейчас тоже туда кидаю, вместе с зеленью, все оно там покрышится. Все, это называется простой рецепт, который можно быстренько сделать. Сейчас я вот эту зелень отправлю, шпинат отправлю. И оно у меня все вместе покрышится там. Сейчас. Вот, я помыла шпинат. Сейчас я его туда тоже отправлю. Я очень люблю шпинат. Я обожаю, просто обожаю шпинат. Мне нравится сочетание сыра с шпинатом, мяса с шпинатом. И если был бы творожок, то в запеканку можно было даже и творог добавить. То, что надо. Если адыгейский сыр бы, если я правильно его называю, очень нравится адыгейский мне сыр. Он тоже великолепный. И, если что, он может даже заменять иногда мясо. Так, пока-пока уже оно заполнено. Сейчас это я промельчу. Вот, добавлю сюда. Вот, смотрите, уже тоже его в блендере я промельчила. Сделала его мелким. И, в общем, чтобы быстрее промололось оно, нужно добавить сметану. Вот вам, как бы, такой вот секрет. А может, об этом секрете все знали. Что, чтобы зелень легче было промолоть в таком блендере, нужно добавить сметану. А сметана, кстати, нам сюда как раз и входит. И вот так эту зелень я отправляю сюда. Так, оставшуюся тоже мы сейчас промельчим. Вот. Добавляю сметану. И все делается из остатков роскоши. Зелень будет у нас уже готова. Все. И оставшуюся зелень отправляю сюда. Теперь я сейчас посолю. Кину, возможно, какую-то травку. И добавлю яичко. И можно будет перемешать. И выливать в форму. Все. Сейчас сюда два яичка. Если будет мало, я буду это видеть. И если мало, то добавлю еще яичко. Так. Кто хочет, чтобы блюдо не такое было диетическое, можете добавлять майонез. Если семья огромная, то можно, естественно, больше мяса, больше кабачков, больше зелени, больше всего того, что считаете нужного, добавлять творога. Можно хлеба на крыльях еще добавить. Что-то там муки, манки. То есть, разнообразные есть запеканки. Но от меня вам такая вот запеканка, такой вот рецепт себе на заметку. То, что есть в холодильнике, я считаю, что можно сюда добавлять смело и делать запеканочку. То есть, готовится фарш. Возможно, как вы привыкли делать на котлеты. И еще что-то там добавить. Мукички, творожка и в духовку, чтобы не играться долго с котлетами. Я как бы с этих соображений решила сделать. Телятина, конечно, для этого, я так понимаю, не самое лучшее мясо. Идеально бы подошла сюда филейка куриная. Может, филе свининое. А это лопатка, да? То есть, есть тут прожилки, конечно. Все, что хочешь. Но, так как мясо у меня только это есть, и как бы особо мне можно телятину. Но у меня есть такая травка до мяса для курицы, короче. Я хочу добавить сюда немножко ее. Можно было, конечно, не добавлять. Можно по вкусу перчик. Все такое. То, что вам нравится. Вот. Чтобы быстрее было. Я соль отсюда буду добавлять. Такими. И все это дело тщательно перемешиваю. Вот формочка. Видите, небольшая она. Она не очень глубокая. Сначала я обернула фольгой. А затем еще положила пергаментную бумагу. Да, я не хочу лишний раз мыть, заморачиваться. Чтобы оно там все прилипало, откисало. Не буду я сыпать никакую муку сюда. И не тереть никаким маслом сливочным, либо подсолнечным. Потому что оно и так жидкое. И как бы это ничего не даст. То есть, если будет мало, тоже буду смотреть. Может, еще что-то добавлю. Смотрите, вот такая субстанция получается. Конечно, не совсем оно похоже на запеканку. Как вам показать. Ну, если не получится запеканка, то будет мясо с овощами запечено в духовке. Можно так тогда назвать. Переобзову просто видео, да и все. А так пока я готовлю запеканку. Потом посмотрим, что из этого получится. Короче, вот что я еще надумала. Я таки решила добавить сюда еще цветную капусту. Пол штучки. Где моя ложка? Она там лишняя как раз не будет. Цветную капусту я тоже очень обожаю. Но сейчас не совсем сезон. Она очень дорогая. Я купила маленькую. Думала сделать рагу, там еще что-то. Ну, ладно. Добавлю я якобы нашу запеканку. Все. Разогреваю духовку. Вот, отправляю в духовку. У нас газовая плита. Поэтому у нас нету там 180 градусов, 200 градусов. У нас вот градусы. 8, 7, 6, 5, 4. Я всегда ставлю на четверку. Вот, оставляю на 30 минут в духовке. Но через 20 минут я загляну и посмотрю, что там творится. Прошло уже 25 минут примерно. Смотрю, что тут. Жидкость есть. Пусть еще постоит минут 10. Потом выключу и оставлю в духовке. Может, эта жидкость испарится. На вид вроде бы как ничего. Пусть еще стоит. Хотя, знаете, я уже ее выключу. Ту запеканку. Или не до запеканку. Пусть она в горячей духовке. Так вот стоит. Доходит. И через 15 минут к ней вернусь. Примерно еще 15 минут прошло. Постояло оно в духовке. Так. Видите, жидкости нету. Такого зеленоватого цвета. Кстати, прочная. Вполне сойдет за запеканку. Сейчас я себе отрежу кусочек. Положу на тарелочку. Попробую. И скажу вам, что получилось. Вот. Отрезала себе кусочек. Замечательно. Оно отходит от пергаментной бумаги. Очень нежное. Такое вообще. Класс. Сейчас на вкус попробую. Вот оно на вкус. Так. Интересное, упругое. Ой, боже, какое оно нежное. Класс. Мне вот такое сочетание овощей с мясом, с телятинкой очень нравится. И шпинат вкусненько. Кто хочет делать себе поострее, добавляйте перец. Еще какие-то приправы, травы. А я сделала для себя более такой диетический вариант. Мне очень понравился, ребята. Такая вот красота получилась. Необыкновенно зеленого цвета. Но очень вкусно. В общем, если вам понравился такой вот рецепт, можете добавлять какие-то свои ингредиенты. И получится ваша такая индивидуальная запеканка для вас с теми овощами, которые вы любите. Ну, если вам понравилось и было это видео полезным, интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И спасибо вам большое за просмотр. Я знаю, что меня не так-то много людей смотрят. Ну и спасибо и вам, что вы меня смотрите. До новых встреч, новых видео. Увидимся. Пока-пока.